Мои дорогие друзья, я Александр Пчуфь, и сегодня по просьбе подписчиков я отвечаю на вопрос, что такое белемниты или что такое чертов палец, да? Купил я такой, как говорится, это кальций, по сути, да, то есть застывший моллюск с древности, да, белемниты, вот, жившие на дне воды, вот. Вот, а в чем именно в магии они применяются, такие камни или украшения и так далее? По своей сути, то есть раньше они применялись от рака, да, перетирали их, прикладывали краном, потом что еще, много чего делали, иногда просто перетирали тоже, принимали внутрь для того, чтобы получить и усвоился кальций, да, ну, также ягод примочки от рака, краном прикладывали перетертый, да, вот. Вот, моллюск. Дальше, в магии, касаемо он, хорошо работает, у него нейтральная энергия, то есть нет темной силы у этого, как говорится, уже строения, да, то есть хорошо защищает, почему чертов палец, потому что он контролирует бесов и отгоняет их, понимаете? Таким образом, по легенде было известно, что, как говорится, когда бесы бежали или черти, они теряли свои пальцы и таким образом вы как будто овладевали этим созданием и получали над ними какую-то власть. И поэтому бесы, как говорится, бежали, думая, что вы уже победили кого-то из них, да, в общем, очень интересный продукт, очень повышает кальций, восстанавливает, классный иммунитет. Как магический инструмент это очень полезно, то есть снимает негатив, убирает простуду, много чего может, то есть безграничные возможности. Тут зависит от вас, куда вы хотите. В качестве талисмана, в качестве обериков очень хорошо, то есть защищает, помогает, у него только чистая позитивная энергия. Не зря христиане много раз в виде креста его создавали, то есть пропиливали и делали крестик такой, потому что они знали, что сила заключается в нем, естественно, а не в христианстве, да, то есть заключалась в нем, поэтому они это использовали. Я видел уже на шкатулке одного попа именно, как говорится, чертов палец, перетертый в виде, как говорится, крестика сделанный. Были также защитные функции с помощью этого камня домов, то есть прорезались, если на дереве, например, балки стоят, на них вырезался крестик ножом, и туда перетерялся он и засыпался, вклеивая или лаком покрывая, в виде крестика тоже. Тоже хорошо защищался дом. Много, в общем, у него способов, у этого камня или, как говорится, застывшего моллюска, отверделая часть, да, его. Качество, естественно, тут зависит, чем он лучше, чем, как говорится, больше, прозрачнее, тем больше силы. Но я чаще с ним, им снимаю негатив, как волшебная палочка, да, то есть я вожу и таким образом наматываю, снимаю негатив. Все используют по-разному. Ну, надеюсь, я ответил на ваши вопросы. Всем удачи, успех, с вами был Александр Петрович. Удачи!